Здарова, народ! Сегодня у меня интересные новости. Я окончательно зашел с ума и поменял свой iPad Pro 11 дюймов на iPad Pro 12,9 дюймов. Как это произошло? Сейчас я вам все расскажу. iPad Pro 11 дюймовым 2020 года. Я пользовался примерно месяцев 8 и к нему не было никаких вообще претензий. Но как-то мне тут знакомый закинул информацию, что хотел бы купить такой же планшет и сказал, Дима, ты случайно не продаешь? Я сказал, ну я подумаю, в итоге я ему продал, докинул денег и взял 12,9 дюймов. Несное сомнение, которое у меня вызывала эта покупка, это, конечно же, большой экран и перенос этого устройства. Я сходил в магазин, посмотрел, подержал все это в руках и понял, что да, наверное, надо брать. Теперь хочу рассказать все впечатления, которые я получил, покупая и пользуясь этим устройством уже сколько? Дня 4, наверное. Я понимаю, что этого мало, но я думаю, что 11 дюймов и 12,9 дюймов, они плюс-минус одинаковые. Единственная разница, это, конечно же, только размер экрана. Комплект поставки точно такой же, как и в 11-дюймовой версии. Тут ничего нового. Это зарядный кабель USB Type-C на USB Type-C и блок питания на 18 Вт. Здесь батарея 9000 с чем-то миллиампер часов и с нуля этот планшет, он зарядил мне где-то за час, 20, час, 30. Я всегда радуюсь, когда устройства очень быстро заряжаются, особенно планшет. Если с телефоном еще ладно, можно как-то худо-бедно включить режим энергосбережения. На планшете такой возможности нет. И вот этот мощный блок питания способен зарядить этого красавчика за час, 20, час, 30, до 100% вообще пушка. Было бы на самом деле очень печально, если бы они бы еще и не положили туда зарядное устройство. Сделали бы просто провод. Ну, я думаю, наверное, мы к этому дойдем. В ближайшие пару лет будет комплект такой, что просто будет планшет и кабель питания. Что касается дизайна, тут опять, если мы сравниваем с iPad Pro 2018 года, единственная разница между ними, это, естественно, блок камеры. В 2018 году была просто одна камера, здесь добавили вторую сверхширкоугольный, ну и, соответственно, лидар. Лидаром я и не пользуюсь, как и, собственно, на 11-дюймовом, так и на этом. Ну, пока я не вижу смысла, я же не какой-нибудь там супер дизайнер, который ходит вот так вот, сканирует все помещения и потом то, что получилось, накладывает какие-то там, не знаю, картины, мебель и все остальное. Это мне не надо. Но тем людям, кто этим занимается, мне кажется, эта вещь прям необходимая. И очень важный момент. Я посмотрел в интернете всякие обзорчики и они говорят, что... Некоторые говорят, что iPad гнется. Наверное, если мы начнем его прямо фигачить со всей силы, конечно, его можно согнуть. Валя вроде даже сгибал какой-то там планшет, но зачем это делать? В принципе, вот у меня было, кстати, два сомнения по поводу покупки. Это транспортировка, потому что я боялся, что где-нибудь в метро там или в рюкзаке кто-нибудь тебя прижмет, и он треснет кран, либо ты его просто погнешь. Но я скажу, что нет. Нифига это не происходит. Понятно, что если специально это делать, это можно сделать. Если случайно, то, наверное, нужно приложить очень максимум усилий, чтобы это что-то тут погнулось или что-то сломалось. По поводу качества сборки, тут опять же претензий никаких нет. Все на высшем уровне. Я даже думаю, тут говорить много и не стоит. Идеально все. По поводу толщины, мне кажется, опять же, все достаточно комфорта. В руках он лежит нормально. И самое прикольное, когда ты ложишься на кровать, кладешь его себе на живот. Ну, если у вас нет живота, кладешь себе на пресс. И вот здесь прямо суперкомфортная работа посмотреть кино. Я, кстати, когда в этот день, когда купил планшет, все быстренько настроил. Не снимал вот именно распаковку и все остальное, потому что что-то у меня было с горлом. Я простудился. Сейчас вроде более-менее нормально. И я включаю футбол и просто в шоке. Я его кладу вот так вот все на живот и начинаю смотреть и понимаю, что я смотрю вот так вот. То есть на один сю дюймовый у меня просто сел бы или лег бы так же смотрел футбол. И спокойненько в экран. А тут мне прямо настолько зашло, что он как будто телевизор перед тобой. Такой сенсорный. Не очень прикольно. Кинчики, пару кинчиков посмотрел. Тоже пушка. Но мне кажется, вот если в метро будете ехать и достанет такой планшет, конечно, все на вас будут смотреть. Все-таки все привыкли видеть в метро либо какую-то книгу электронную, да, либо в телефоне, либо какой-то планшет плюс-минус, как iPad обычный. А тут и достаешь такое устройство. И, наверное, надо, кстати, попробовать и посмотреть, что будет, как люди отреагируют. К дисплею вот вообще претензий нет. Я понимаю, что я сейчас, в принципе, буду рассказывать все то же самое, что и с 11. Но хочу просто поделиться своими впечатлениями. 12,9 дюймов, IPS-матрица, Liquid Retina с разрешением 2732 на 2048 пикселей. И частота обновления экрана 120 Гц. Одно из важных особенностей, наверное, да вообще, понятно, что это есть уже на всех планшетах Apple-овых. Это, конечно же, экран True Tone. Без него, я правда, не знаю уже, как. Если эту функцию отключить, ну, экран, конечно, привыкнешь ко всему. Но с True Tone, конечно, более комфортнее пользоваться этим устройством. И большое отличие от обычных планшетов Apple-овых, ну, скажем так, бюджетной версии, да, это, конечно же, что касается дисплея, это прослойка между самим дисплеем и вот этим защитным стеклом, или как это называется. Когда ты берешь обычный iPad, там, не знаю, за 30 тысяч, прямо, ну, видно вот это расстояние между защитным стеклом и экраном. Здесь, конечно, такого нет. Прямо вот, как будто ты текстом или по тексту вводишь пальцем или по фотографии. Вот это очень круто. У нас на работе есть iPad какого-то там шестого поколения. Конечно, когда я его беру в руки, очень сильно в глаза бросается. Не то, что некомфортно. Опять же, ко всему привыкаешь. Но здесь это гораздо комфортнее делать. Понятно, что он стоит как, я не знаю, что, дорогое. Но, наверное, каждый сделает для себя сам выбор. Что касается производительности, точно такой же, как и на 11 дюймов. Но мне кажется, что он работает чуть-чуть пошустрее. Я сначала подумал, может быть, это из-за того, что он прямо новый и не обросла система какими-то там моими файликами. Однако нет. Я восстановился из резервной копии. Из резервной копии. Поэтому все, что было на 11 дюймах, прилетело сюда в точно таком же виде, как и было на старом планшете. И он работает, ну, мне кажется, или это iPadOS последний, вот это 14.4, может быть, лучше как-то все это оптимизировано. Но к производительности вообще претензий вообще нет. Сделал пару видосиков таких тестовых в Luma Fusion. Все точно так же выводится. Все быстро, все круто. Affinity Photo летает прямо идеально. Ну, собственно, то же самое было на 11. Здесь установлен тот же самый A12Z Bionic. С одним разблокированным графическим ядром по сравнению с 2018 прошкой. Опять же, когда мы задумываемся, какая начинка стоит в этих планшетах. Да неважно, все работает идеально. Понятно, что прошки, они, у них запас мощности, не знаю, лет на 5, наверное, на 6. Не побоюсь этого слова. А то и может быть и на 7 вперед. Понятно, что если случится какая-то там революция в софте, может быть, стоит обновляться там на более какой-то. Но вот этот на сегодняшний день я считаю идеальным решением для таких чуваков, как я, которые снимают на iPhone, монтируют на iPad и выкладывают куда-то там. И фотографы там, выездные какие-нибудь тоже это очень круто подойдет. Дизайнеры и в связке с каким-нибудь MacBook'ом, можно даже каким-то не супердорогим, вот это устройство просто пушка. Что касается игрушек, для меня вот очень важный момент тоже. Я поиграл в Call of Duty, поиграл в PUBG, в NBA даже в какую-то тут новую для себя открыл. Ну, вообще все идеально. Единственное, у меня был такой маленький тараканчик в голове, который говорил, а как же ты будешь его вот так вот держать? Ну, собственно, проблем с этим не было. Все нормально в руках держится. Ты лежишь, сидишь, играешь. Вообще пушка по сравнению с 11-дюймовым. 11-й, конечно, тоже крутой, но когда ты держишь вот такие 13 дюймов мощности у себя в руках, играть гораздо комфортнее. Все стандартные приложения, браузеры, там приложения файлы GarageBand, все идеально работает так же. Ну, тут особенно говорить не о чем. Все приложухи для этого планшета адаптированы, именно вот те, которые пловые. Инстаграма, как обычно, блин, у нас даже на iPad mini нету, на любом iPad Instagram нет. Ну, и как бы фиг с ним. Но, что касается других остальных приложений, игрушек и теми приложениями, которые я пользуюсь, все работает очень круто, все адаптировано. Я думал, что будет просто, знаете, так растягиваться на весь экран. Нет, все достаточно круто. Шрифты смотрятся нормально, картиночки, все в тему. Поэтому, кто думает, будет ли с этим проблемы, проблем пока с этим нет. Я брал версию на 128 гигабайт, понятно, что есть на 256-512 терабайт, ну терабайт это уже совсем что-то как-то очень дорого. 128 мне хватило, причем разница 128-256 там в районе где-то 8-9 тысяч рублей. В принципе, она не такая большая, но учитывая то, что я пользуюсь об облако MyCloud 200 гигов, мне на все хватает. Я не храню всякий мусор на планшете, что-то сделал, сразу, допустим, не знаю, там видосик запилил, все везде выложил. В принципе, его можно удалять, если что, с YouTube можно в любом случае всегда скачать. И зачем это хранит на устройстве, фиг знает. Брал версию еще без сотового модуля, ну потому что, блин, всегда можно разать телефона. Мой оператор дает, по-моему, 3 гигабайта бесплатно, за все остальное надо платить, но я вот вообще ни разу не пользуюсь этим. Ладно, хорошо, один раз там или два воспользовался на работе, когда у нас что-то интернет куда-то отъехал, раздавал, чтобы кинчик посмотреть. Ну, в принципе, этого достаточно будет обычному пользователю, который, ну, опять же, обычному, который трудится в домашних условиях. Но если где-то понадобился интернет, всегда можно зайти в какой-нибудь торговый центр, Макдональдс, KFC, неважно куда, подключиться к Wi-Fi, все быстренько сделать, отправить и уйти. Либо просто раздать с телефона. Также в Face ID все то же самое, в Face ID как на iPhone, на iPad 1 с дюймовым, все, пушка работает, никаких проблем нет, и это лучше, чем кнопка. Что касается iPadOS 14, это, конечно, большой прорыв, по сравнению с тем, что было раньше, и очень сильно мне понравилась клавиатура. Так, клавиатура здесь вот точно такая же раскладка, как и на компьютерах тепловых. Это очень круто для меня, очень непривычно, когда ты что-то делаешь, ну, пытаешься написать текст, нажимаешь, у тебя такая клавиатура, и ты, о, теряешься. Очень удобно, но пока я к этому еще не совсем привык, наверное, потому что я всегда работаю либо сидя, либо лежа, за столом это происходит очень редко. Но к этому надо идти, у меня даже специально есть клавиатурка обычная, ну, за, как это там, 1000 рублей с Алиэкспрессом мне отдал папа, мы его все время покупали, что-то ему не зашло. И обычная клавиатурка, вот я попробую что-то с ней как-то в этой паре сработать, подключить тачпад, и, соответственно, типа такой мини-ноутбук у тебя, в общем, сделать альтернативную замену Smart Keyboard, вот это, который стоит 30-ку для него. Это, конечно, было бы здорово, но 30-ка, блин, камон, это что-то очень дорого, 1000 бы за 15, ну, где-то в правильной вселенной, наверное, при старом курсе, я бы, может быть, и прикупил бы. Но я не такой про-пользователь, наверное, чтобы вот сидеть писать там с клавиатурой и, пользуясь трекпадом, Apple Pencilа хватает прям мне на 100%. Камера в этом iPad, она точно такая же, как и во младшем брате. Сверхширокоугольный лидар и широкоугольный объектив, фотки получаются при хорошем освещении достаточно неплохие, в темном освещении или в его отсутствии вообще все очень грустно. Но я не пользуюсь камерой в плане фоток, есть iPhone, я почему-то думаю, что камера в этом планшете точно такая же, как и в iPhone 11, а нифига. Понятно, что в iPhone'ах камера получше, но, тем не менее, фотки, какие-то документы фоткать или какое-то там помещение при хорошем свете, опять же, повторюсь, этой камеры вполне будет достаточно. Вот так пишет передняя камера iPad Pro 12,9 дюймов. Звук, соответственно, тоже с него пишется, но можете посмотреть, как это выглядит. Мне, честно, не нравится, в плохом освещении пользоваться этим как-то более-менее невозможно. Но, тем не менее, тем не менее, видеоконференции, Skype и звонки FaceTime все нормально, годно прокатит. Что касается динамиков, здесь, конечно, вообще просто пушка джибелька моя валяется, скоро уже пылью покроется, надо будет ее протереть. Но все подкасты, кино, если я дома, я всегда смотрю без всяких наушников, без колонок, достаточно просто. Еще, кстати, в 11 динамике были пушка. 4 динамика, стерео, просто огонь заменяет беспроводную колонку в масштабах, не знаю, какой-нибудь квартиры, небольшой однокомнатный или студии на 100%. Дискомфорта нет, все хорошо звучит. Понятно, что вы, если слушаете супер какой-то, наверное, тяжелый рок, с этим будут проблемы. Ну, а так, обычную музыку, там, в какой-нибудь подборочке послушать очень можно безболезненно, не прибегая к помощи каким-то сторонним колоночкам или аудиосистемам. По поводу автономности, здесь я очень, таки у меня были иллюзии, думаю, надо вообще будет держать этот планшет неделю. У меня там батарейка 9720 мАч, но мне хватает, наверное, дня на два. Вот так я скажу. Опять же, если ты, смотря как пользоваться, мой опыт пользования показывает, что если ты монтируешь видос и делаешь обложки для них в Luma Fusion и Affinity Photo, то понятно, что это ресурсъемки программы, они, в принципе, сайт-аккумулятор точно так же, как и 11-дюймовый. А если ты просто лазишь... лазишь... лазишь. Если просто ты лазишь в браузере, то, конечно, тут можно, не знаю, месяца три лазить в этом браузере, но я шучу, конечно. Может быть, дня два хватит посмотреть какие-то новости, посмотреть YouTube, фильмы, все очень пушка. На скидку через Wi-Fi смотрел два фильма, iPad сел на процентов, наверное, 35. То есть я смотрел Full HD от обычного Wi-Fi, 35% со 100, то есть 65 было, я посмотрел. Думал, в принципе, неплохо. Два фильма, где-то часа по два. Так что прикидывайте, сколько плюс-минусов он держит. Если вы запускаете, конечно, какой-то там, не знаю, папк на максималках, то фиг знает, сколько он будет там работать, но я думаю, все равно на весь день такого какого-нибудь творческого рабочего времени вам обязательно хватит. Я, кстати, подумал купить какой-нибудь донгл сюда, в который вставится и будет давать мне возможность подключать микрофон сюда, подключать в перспективе какие-нибудь, может быть, жесткие диски, с них как-то работать. В общем, хочу полностью перейти на iPad, потому что подкасты пока мы записываем на мой iMac, соответственно, там же они обрабатываются. Я хотел бы полностью, наверное, перейти на это устройство, чтобы оно вот прям с ним везде ходить. Мне безумно нравится вот эта идея вся. Я никогда не думал, что имея телефон и планшет, ну, условно, там, не знаю, года два назад, что можно вести какой-то свой канал, блог и делать все на этом. И я думаю, что дальше будет только лучше. Новые iPadOS и iOS развиваются, конечно, не так сильно, как хотелось бы мне, но, тем не менее, уже сейчас можно вести какие-то свои дела, используя только два эти устройства. При большом гигантском желании понятно, что можно все вести с одного устройства, с iPhone, но, конечно, комфортнее делать это на большом экране. Ну и подводя итог этого видео, хочу сказать, что нужно привыкать, конечно, к такому большому экрану по сравнению с тем, что вот если мы берем меня, у меня все время были iPadOS, вот это 9,7 дюймов, 10,2, 10,5, 11 дюймов, тут ты сразу переходишь на такого большого, не знаю, мощного красавца. Конечно, немного непривычно, я бы так сказал, но, я думаю, неделька-другая и все, и капец, я буду как рыба в воде, собственно, как и раньше со всеми этими устройствами. Они мне опыт... Кстати, потом мы обязательно запишем через полгодика, годик, наверное, через полгодика опыт использования 12,9 дюймов, как я и делал, с обычным 11 дюймовым и расскажу, что как. Если видео вам понравилось, обязательно нужно подписаться, куда же без этого, поставить большой палец вверх, дизлайки ставить не надо, не люблю я их все время, как-то меня это так нагнетает, я думаю, что там еще дело не так. Дальше больше, спасибо, что посмотрели видос, пока.